Рождество Христово У всех, кого пригласили свое мнение, но я могу вам сказать, что служители Бога с любовью встречают нас, кормят, одевают, почему-то они являются противоположностью нашим «братьям во Христе», православным христианам, которые с «любовью» обстреливают наши города и села, осквернеют церкви и храмы, благословляя солдат и офицеров на бойню, окропляя святой водой оружие и технику. И все это делают служители православия, московские патриархаты. Костел тела Христова, корпус Кристи, Познани, имеет интересную историю. Создание этого костела связано с легендой о трех гостях, согласно которой святое таинство должно было быть осквернено. Легенда такова. Несколько евреев подкупили женщину, чтобы та украла гостей из доминиканского храма. Она это сделала. А евреи отнесли гостей в соседний дом и в подвале раскололи гостей. Из расколотых частиц потекла кровь. Евреи испугались и решили утопить все канализацией, но у них не получалось. Все выходило наружу и парило над водой. Тогда евреи решили все похоронить на лугах, под Познани. На следующий день пастух увидел на месте захоронения три парящих диска. Пастух рассказал отцу. Отец рассказал городским советникам. Те не поверили. И посадили отца в тюрьму. Но через время решили разобраться в этом деле. На место событий выехал священник. У него не получалось перенести гостей в приходской костел. Было решено на этом месте построить костел. Корпус Кристи. Или тело Христова. Уже в 1400 году появилась папская булла. Одобряющая создание кармелитского монастыря в Познане. Шесть лет спустя король Владислав Ягелла издал учредительный документ новому костелу. В 15 веке костел стал одним из самых важных святилищ в Польше. Вот такая интересная история этого костела, в который мы были приглашены. Вот такое убранство костела. Смотрите. Оно отличается от наших православных церквей. 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 Совместно прочитали молитвы. Молитва «Отче наш» на польском языке очень похожа на нашу молитву. Вот мы ее и повторяли следом. Но только на другом языке. Оно отличается от наших православных церквей. Оно отличается от наших 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 церквей. Как приходите в один район, один человек, один человек, один человек, один человек, один человек, один человек. Так никогда не можно спрятать на всех подопечных. Хотя в едином виде ещё не все в последних, но в большинстве, в большинстве мы будем в противах. Каплина у сезонов уже есть за мою. Сама служба проходит немного не так, как у нас, но все равно мы многое поняли. И некоторые молитвы и чтения Евангелия были нам понятны. По окончании мы были приглашены на принятие пищи, где кроме пищи нам, как и всем полякам, которые были в костеле, влечили подарки. Вот так к нам относятся, которые встретили нас в Хлебном Суме. А как относятся наши православные христиане, правда, московского патриархата? Вы видите, каждому празднику они стараются, в кавычках, поздравить нас, как было в старину, огнем и мечом. Вот такая наша жизнь. Вот так мы встретили Рождество Христово. Рождество Христово. Субтитры создавал DimaTorzok